Вот, друзья, секрет науки в повторяемости. Ну да, поэтому наука ассоциирована с поиском, с поиском закономерностей, причинно-следственных связей, корреляцией. На этой основе происходят как раз-таки открытия, когда мы совершенно разных явлений вдруг определяем какие-то корреляции. Вот, например, я сейчас вам задам такой тест, очень интересный. Сейчас вы всё поймёте. Есть два типа людей, которые реагируют либо потому, что у них причиной их действий и мыслей является эмоция, чувство, а другой тип людей, ну, структура личности такая, генетическая, по логике. Ну, то есть, он, чтобы не случилось, у него заводится ситуация к чувствам и к поступкам через анализ сначала. Так вот у вас как? Мы сейчас определим корреляцию. Я сначала вам скажу такой тест. Вот если вы берёте просто руки и совершенно не глядя, задумываясь, свободно вот так складываете, не специально каким-то образом, а именно вот так. Раз. Видите, у меня левый мельчинь снизу. На самом деле он у меня всегда был правый. А я так научился, понимаете? Так вы сейчас не учитесь, а просто вот так раз и сложите. У кого как. Так вот, есть такая корреляция. Что у кого левый мизинец внизу, у того причиной чувств является всё-таки анализ. Он с вами разговаривает, но немножко трешённый от ситуации. Он одновременно участник событий, а его свидетель. Ну, как бы так себе на уме. А человеку, у которого, значит, правый мизинец внизу, это не зависит от того, левша или правша. Тут другая совершенно структура. У кого правый внизу, значит, вот как что-то случается, или кто-то ему позвонил, или что-то сказал, в первую очередь эмоционально реагирует. А потом думает. Так вот, сейчас интересно, мы вместе с вами найдём ещё одну закономерность. Вы посмотрите сейчас видео, ответите себе на вопрос, и мне там напишите. Я ищу эту корреляцию, чтобы установить эту закономерность. Если мы её установим, это будет очень интересно. Например, есть стайеры, и такие, которые сразу входят в какое-то состояние, в ритм бега, например, выбрасываются, и больше уже бежать не могут. А другие спринтеры. Или наоборот, я забыл, как они называются, вы это тоже мне напишите. Кто как называется. Это очень интересно. Вот я, например, могу быстро. Я по структуре личности, по характеру телосложения и так далее, борец. Борец. А не бегу на дальние дистанции. Я могу так бороться, я могу сразу схватить человека, раз через себя перекинуть, и всё, и всё. И я выиграл, понимаете. Но на больше меня не хватает. А другой может долго это делать. Но не так интенсивно, как я. Так вот. Спринтер и стайер. Так вот, вы посмотрите сначала, у вас какое мизинец складывается, левый или правый. А потом вспомните, вы спринтер или стайер. И определите, есть ли там корреляция. И напишите мне, пожалуйста. И мы сейчас определяем новую закономерность. А может, её там и нет. Посмотрим. Но это очень интересно. Давайте посмотрим. Пишите мне там. Спасибо.